Добрый день! Сегодня начнём с выразительного упоминания, которое относится к концу XVIII века. Скажем, это происходило 240 лет назад. Рассказывая об улице Кузнецкий мост, известный краевед Иван Пыляев пишет, в боярских домах открылись две немецкие лавочки с разными уборами и туалетными принадлежностями, к которым вскоре примкнул ряд еврейских лавочек, но их вскоре вытеснили из этой местности. В Москве открылся дешёвый базар для бедных. Почин, как было написано, всецело принадлежал госпоже Розалии Поляковой, супруге Лазаря Сламоновича Полякова, видного предпринимателя, а также главы Московской еврейской общины. Съездные продукты продаются по удешевлённым ценам. Ржаной хлеб лучшего сорта по 3 копейки фунт, мука пшеничная первого сорта по 6 копеек, крупа по 3 копейки, мясо лучшего качества по 12 копеек и картофель-мешок по 40 копеек. Дрова хорошего сорта по 7 рублей сожень. 125 лет назад в Москве существует единственное учебное заведение для детей евреев. Это Талмуд Тара. Но вот что пишет современник. «Крайне ограниченная в средствах и имея порядочного помещения, не привлекая внимания нашей интеллигенции, она прозябает как-то незаметно, почти ничем не давая знать о своём существовании». И дальше. Дети, принадлежащие к беднейшему классу еврейского населения, нуждаются в пище, одежде и обуви. Немногие мальчики-пансионеры, сейчас их шесть, не имеют сколько-нибудь подходящей комнаты для занятий и сна, аютятся где-то в сенях высшей синагоги, где от асфальтового пола несёт страшным холодом. Светлым явлением на этом неприглядном фоне является деятельность нескольких молодых девушек. На собранные их трудами средства роздано почти всем мальчикам сносная верхняя одежда, башлыки, рукавицы, сапоги и калоши. В 25-ти градусные морозы дети бегали в классе без пальто и в прорванных сапогах на босу ногу. Обращено внимание на бельё для пансионеров. Эта фотография сделана в другом месте, но отношение к детям просматривается очень хорошо. В день Хануки для детей было устроено чтение из еврейской истории с туманными картинами и угощением. Туманные картины показывал так называемый волшебный фонарь, то есть проектор. Еврейство, по мнению сотрудников российского телеграфного агентства, оказывается не национальностью и не религией, а занятием. Сообщая о задержании в Москве двух лиц, намеревавшихся продать кому-то обыкновенную бумагу под видом денежных ассигнаций, телеграфное агентство отмечает один из аферистов еврей, другой педагог. Сто лет назад возник еврейский социалистический союз рабочей молодежи Югенд Пуалей Цион. Это было объединение рабочих сионистов. Союз просуществовал семь лет. Правление союза находилось в Москве и сменило три адреса. 1-й Никольской улица дом 19, а два других здания не уцелели. Лубянский проезд дом 2 и Псковский переулок дом 7 дробь 9. дом 8 дом 8